Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день, даже 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Здорово, Эдгар! Здравствуйте, здравствуйте! Привет, привет! Всем привет! Доброго дня отечества! Бэт би в вашем доме! Что там улица шепчет? Шепчет, что погода также шепчет. Ничего, журнальчик читаю. Денчик, привет! Одни гангстеры собрались здесь сегодня. Как там, Айби? А он вот, прям в прямом эфире сейчас тоже. Я, кстати, вот потом, когда мы с ним разошлись вчера, я думал, что забыл, надо было спросить его про тебя, может быть. Поехали мы в пиво пожрем. Приезжай, пожрем. Артур, привет! Всем привет большое! Вот, я же говорю, что я забыл. Я, прикинь, потом мы уже разошлись с ним и вспомнил, что я забыл его про тебя спросить. Здорово, Эмиль! Какие называются видео, которые идут на ваших концертах? Это авторские крафтовые видео Кейва. А, вы не знакомы? Я думал, что вы просто этот, что вы там с соседних блоков. Привет, 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 всем привет! Лесочек, да, близко, офигенно. Иркутск на связи. Привет, Иркутск! Зуб потерял. Крафтовые видео от диджея. Ну, видишь, Денечка, я что-то запамятовал. Старость не радость, поэтому я думал, может, да, вы знакомы, не знакомы. Тупанул, ничего бывает. Томск, привет. Он писал с ним грустный рэп, а он больше не пишет практически рэп. Мы с ним договорились встретиться в скором времени на его студийке, но вообще он сейчас столько мне вчера вещей рассказал про свою жизнь. Мы просто очень давно не виделись, и поэтому ему сейчас вообще не до музыки, мне кажется. Сургут, когда? Вот Эдгар в прямом эфире, спрашивайте его, когда какие города. В эту субботу Крым. Фестиваль Крымская волна на мысе Тарханкут. Если мы... Если ничего не случится, то мы там. Кто на местности, приходите. Будет по ходу крутой фестиваль. Три дня проходить. Я не в парке, я в лесу у себя здесь, в Чоботовском на районе. Просто решил не сидеть на солнце, а зайти в тенек, подышать воздухом. Нормальное дело, братан. Как сам, как набережные Челны. Как вообще республика. Татарстан поживает. Эдгар, сделай концерт тандемов в Москве. Нет, не надо концерт тандемов делать в Москве. Он уже сделал один раз. Лучше не повторять. Санек, здорово. Взаимно рад видеть, хотя бы так. Когда сольный трек. Вчера выложил. Ну, не сольный, а я на фите там запрыгнул. А, ты в Сочи живешь, я понял. Ну, в Сочи пока мы не собирались. Как тебе муром-муром. Кстати, очень понравился на удивление. Я почему-то ожидал, что это какая-то деревня. Мне рассказали там еще на местности, что там жена Медведева какие-то дела делает. И прям очень красиво, очень все как-то чистенько и прям классно. Рус, здорово. Саламчик. Саня, спасибо. Че нового, у кого рассказываете? Я редко просто бываю в прямых эфирах. И даже думал, что здесь, может быть, в лесу не будет прям ловить. А вроде ловят, поэтому... Можете поделиться своими какими-то мыслями, соображениями, планами и вообще всем остальным. Ты не знаешь, когда гуф трек новый. Я не знаю, когда гуф трек новый. Я даже, когда мой трек новый будет, не знаю. А вы мне про гуфа спрашиваете. Привет, тандемчик. Привет. Здоровеньки были. Здорово, Роман. Привет-привет всем, кто машет. Всем машу в обраточку. Что вам поведать? Вчера, если пропустили, выложили трек наш с Грю. И с Селой. И КБ привет, привет. А в субботу выступаем в Крыму. Приходите. Как ты не проводишь режимы? У меня нет режима никакого. И я этому очень доволен. Мафон, где гуляешь? В районе. Привет-привет-привет. Всем привет. Йоу, салют. Ты в отпуск вообще ездишь когда-нибудь? Вот планирую в ближайшие пару недель куда-нибудь смотаться по чипу, но не уверен, потому что много раз говорил, что планирую, и много раз никуда не уезжал. Было в мыслях остаться сейчас в Крыму на пару-тройку дней. Но что-то я тоже в последний момент от этой идеи отказался. Привет-привет, спасибо за комментарии. Скоро там альбом у Слэма. Вероятно, скоро, но это лучше вам его спрашивать. Не очень люблю просто говорить за других людей, потому что всегда и так получается, что сроки продвигаются. По поводу пивнухи, нет, еще не открыл, но это тоже лучше к нему. Я не очень в курсе, что там, как дела продвигаются. Я не на Юго-Западной, я в районе в своем Новопеределкино. Привет из Германии, когда приедешь? Когда пригласите? Тогда и приеду. И в Германию, и в Испанию, и куда бы там ни было. Что, кто как лето проводит, последний месяц летом? В Пермь планируете приезжать? Планируем, когда, планируем приехать, когда нас привезут. Последние оба раза было очень круто. Сделайте фит с типсетипом. Мы сделали уже в 2000, по-моему, 12-м году. С Егором, да, случайно вообще, абсолютно. Я встречался со своим тоже старым товарищем Александром Вэлшем. И шел домой, проходил мимо парка Горького. И Егор меня стопорнул. Мы обменялись, как бы, планами. Спросили, что там, кто занят, не занят. И решили прогуляться. И вот там будет до позднего вечера, почти до поздней ночи. Гуляли, разговаривали очень долго. Прям очень круто. Неподалеку от Москвы, в Угличе. В Угличе мы были, когда ехали в Сярославской области, из Рыбинска. Хороший город такой, тоже тихий, спокойный. Здравствуйте. Когда в МСК, а что в Красноярск, как в Красноярск, так и во все дела, во все города. По приглашению только. Мавка, Джои БДС, Джои БДС вообще неожиданно для меня. То есть, очень круто. То есть, мне он, как бы, вообще всю дорогу нравится. Последние уже лет пять, наверное. То есть, я шел на Пикник Афиши только ради него. Но вот его лайф, он у меня прям еще... То есть, я ожидал крутого лайва, а он прям очень круто вообще. То есть, я теперь могу сказать, что это его лайф на Пикнике Афиши, наверное, теперь в моем личном топе будет. Топ-3 или топ-5, наверное. Крутых лайвов, которые я был вообще за жизнь. Здорово, Эдик. Вот, кстати, по поводу Украины, не знаю. У меня, потому что было в планах... У меня сейчас родители поедут через, там, дней 10, что ли. Поедут на Украину и к родственникам. И у меня даже была мысль поехать. И я чуть даже не знаю, думаю, а вдруг меня тоже развернут, как бы. То есть, ну, с одной стороны, разворачивали, как бы, да, понятно, что только Гуфа разворачивали, потому что он человек известный, вот, вряд ли, как бы, они, там, на границе будут меня разворачивать. Но как-то рисковать что-то тоже не хочется, честно говоря. Саня, здорово. Ну, в Харьков проще приехать, чем Винницу. Через Киев на паровозе. Ну, вот, да, смотри, как бы за Крым, как бы, должны развернуть, по идее. Но, с другой стороны, откуда у них вообще такая информация, что я был в Крыму? Если Крым теперь российский, значит, у них база, наверное, не общая, что, там, вот, поеду я, например, сейчас полечу на выходные. Откуда украинские таможенники могут знать, что я был в Крыму, допустим, вот, там, три дня назад, там. Ну, не знаю, я говорю, проверять не хочется, честно говоря. Хотя на историческую родину, этническую охота. Шарп, привет. Что дождаться какого-нибудь визового режима. Не, ну, как бы, чисто теоретически, да, я, ну, в принципе, никакой проблемы не вижу. Даже если развернуть, ну, значит, возьмут и развернут, да, просто посадят на поезд и поедешь обратно. Ничего, что бы никто не сделает, в тюрьму не посадят и так далее. Ну, просто таких сюрпризов, честно говоря, не сильно хотелось бы, а так, как бы... Концерт в Муроме был клевый, спасибо. Я не знаю, когда мы последний раз были на Украине, это была Одесса, и всех пустили, кроме Гуфа, поэтому... Может быть, со временем что-то произошло, и нас тоже в какую-то базу внесли, там, покопали и так далее. Ну, вот, последний раз нас пускали, всех, кроме Лехи. Да, привет на Нинску, там тоже. Большущий. Обидно-то тебе, обидно, что Гуф занесен, а я не занесен в базу. Как там стриж, не знаю, не видел его давно, кроме как в Твиттере, честно говоря. Привет, привет. Ну, я на самом деле искренне верю и искренне надеюсь на то, что в скором времени как-то ситуация с Украиной разрулится все-таки, потому что мы живем в 2018 году, и не может быть такого неандертальства, так сказать, да, что, блин, не пускают ни с паспортами, ни с визами, там, санкции, это все понятно. Но, как бы, люди не должны страдать, и я думаю, что, ну, в скором времени как-то это должно все решиться и разрулиться, мне так кажется. Просто, ну, не бывает такого, что просто как лбом об стенку бьешься. Хотя, опять же, мы живем, конечно, в таких странах третьего мира, да, тут, как бы, никому ничего, никто не указ, но просто даже с международной точки зрения, как бы, это вообще как-то неправильно. И прекращение авиасообщения между странами и так далее. То есть, я, например, для тех, кто не знает, как бы, я вообще изначально, ну, как бы, я москвич, русский, но, ну, как бы, корнями я с Украины, и у меня там огромное количество родственников, и, то есть, мне вот это сейчас гадать, а пустят, не пустят, а прилечу, не прилечу, это, конечно, ну, просто идиотизм. Поднимаем Запорожью, да, привет большой. Побежал по делам счастливо, счастливо. Всем, кто пришел, привет. Кто ушел, до свидания. Хорошего дня, хорошего настроения. Проводите это лето душевно. Когда ждать новые релизы, планируются фиты? Вчера выложил фит. Для вашего же удобства закинулся, закинул на все площадки. Кому удобно, на саундклауде лежит бесплатно, можно послушать, можно скачать. Можно послушать ВКонтакте, можно послушать в Аппл Мюзике, можно послушать в Гугл Плей. То есть, не ради денег даже это все сделано, да, потому что там о деньгах речи не идет. Какие там, какой-то, может быть, заработок на этом сингле, а именно для удобства для людей, кому действительно интересно, чтобы могли все послушать на любой удобной вам площадке. Это все сделано. Для вашего удобства закинулся. Но я могу, мог оговориться, да, извините, если что-нибудь так. У Лехи скоро новый трек? Я не знаю, когда у Лехи новый трек, скоро или не скоро. Вы уж извините, но я не контролирую процесс записи его треков. Заходи почаще, тоже погнал. Хорошо. Постараюсь. Мне просто нечего вам сообщить обычно, я поэтому так вот сегодня решил. Думаю, погода хорошая. Мир, Эдик, надеюсь, там у тебя на Святой Земле все хорошо. Фейсбошную, офигеть. У Ригаса с Гуфом есть трек, а у тебя с Гуфом есть? Ну, изучи вопрос, вбей в поисковике. У меня, опять же, в профайле, в инстаграме, где ты меня сейчас смотришь. Там ссылка на клип совместный, который вышел чуть менее, чем два месяца назад. Не знаю, не скажу про Пятый Сольник. Не обсуждался такой вопрос. Банда 19-го года, не знаешь. Слушай, мы вот с Кейвом встречались на днях и пытались вспомнить. То есть, смотри, у вас в Харькове и в Днепре мы были, получается, в 15-м году, а в Одессе, когда нам уже прям окончательно все закрыли, в 16-м. Значит, наверное, датируется от 16-го года. Я не помню, на сколько бан. Если на 3, то до 19-го. Но я думаю, что это такая история формальная. То есть, она продлевается в любом случае. Я не думаю, что если мы в 19-м году спокойно сможем въехать в тот же Киев, например, или так далее. Они все равно скажут, что Крым посещали, посещали. Закон, получается, нарушили. Получается, нарушили. И все. Куда ты ко мне подлетишь? Не надо ко мне никуда подлетать. Ну вот, да, на 3 года. Я просто говорю, что мне кажется, вот в условиях этой ситуации как бы этот бан продлевается еще там на 3, на 2, на 5 и так далее. Безоинственного, что как-то не просто так откроют всем въезд. Ну, мне кажется, это не в стиле украинских политиков. Мне так кажется. Это личные мои догадки. Я не могу говорить наверняка и знать наверняка. Но мне-то кажется, что это как бы очевидный момент. Мав, как там слэма? Хорошо слэма. Скоро выходит его новый сольный альбом. А, ну вот от каждого посещения Крыма. Может быть, есть и такая ситуация. Если мы, соответственно, посетим его в эту субботу, послезавтра, значит, будет еще 3 года. Ну, я не знаю, опять же, я не знаю, будет это так или не будет. Ну да, то есть это понятно, что... А, открыли? А типа с Крымом такая же ситуация была? Ну, не знаю, короче, не знаю. Зазвездился парень. Я зазвездился? Ну, да, скорее всего. Если ты про меня, то да. Это вполне очевидный момент. Вот нимк над головой. На версию тебя не зовут. Только вчера отвечал на этот вопрос. Не зовут, и слава богу. Звали пару раз пару... Персонажей, которые, на мой взгляд, мне не соответствуют по уровню, и мне им просто тупо нечего сказать. А так не зовут, и я считаю, что там нечего делать, и если только у тебя нету какого-то неприкрытого гнева какому-то человеку, и то само судейство, самоорганизация этого всего у меня вызывает энное количество вопросов. Братан, я не буду пить пивка, я не знаю с кем. Что значит, ты ко мне подлетишь? Я от тебя буду здесь в лесу ждать неизвестного какого-то чувака, чтобы с тобой пиво попить. Извини, но я как бы на такие темы не согласен. Пусть для тебя я буду, значит, зазвездившимся. Привет городу Бугульма, Казахстан. Салам алейкум. Ташкент. Салам алейкум. В Ташкенте так и не были ни разу. Надеюсь, наверстаем. Ну, тупо обсирать друг друга, оно там тупо-не тупо, это на самом деле вопрос, просто целую трансляцию можно так же посвятить и объяснить, что там тупо, что не тупо, просто вкратце мне кажется, что задумка, ну как бы задумка не их, задумка это все снято с западных аналогов, задумка хорошая реализация, как это в России всегда бывает, на недолжном уровне. Я говорю, начиная от судейства, заканчивая вообще как-то формой, уровнем участников и так далее. Пусть для кого-то это покажется высокомерным. В Кирове выступили от души. Да, в Кирове было круто, правда там с накладочками. Из-за того, что закрыли Гауди Холл, и вот там наменялась площадка, на этой площадке был звук хреновенький, но было как было, мы старались как могли, как мы умеем это делать. Пламенный привет с Хабаровска, Хабаровску привет, привет Владивостоку, и вообще Дальнему Востоку большой привет. Здравствуйте, здравствуйте. Два раза будем контактировать согласное присутствие, он скажет, что у нас нет нормальной площадки звуковой универсии. Но вот последний раз мы выступали в этом каком-то лофт-пространстве без окон, без дверей. Но там как бы был крутой концерт, но со звуком там ничего не сделать, потому что там бетонные стены. Тут не нужно быть мастером акустиком или там суперзвукорежиссером, чтобы понимать, что отражения идут. В Муроме очень долго выходили. Почему? Нас очень часто в этом обвиняют, что мы долго выходим. Чаще всего это не наш косяк. То есть у нас есть как бы особая договоренность, что мы не выходим там раньше, чем через два часа, по-моему, от начала запуска людей. То есть всегда должны люди зайти, там поиграть диджей и так далее. Но иногда бывают задержки, которые как бы тоже там сугубо поорганизаторским каким-то вопросам или еще чего. Ну и вообще в целом хочу сказать все-таки это хип-хоп, это не концерт Иосифа Кобзона с двумя антрактами, сидячим залом и так далее. Я уже понял на своем опыте, что во многих городах, вот как раз в частности в Муроме и вот до Мурома у нас был что-то, у нас был Ковров. Там так не принято. То есть там есть написано, что концерт в 7 часов вечера, нужно выйти в 7 часов вечера максимум, через 3 минуты. Там 7.03. Ну как бы везде свой какой-то менталитет и поэтому как-то так получается. Про заброшенную станцию метро, да, я в курсе. Тебе нравятся рап-баттлы, вот эти оффлайн-баттлы, я слежу за ними по возможности, не за всеми. Некоторые нравятся, но чаще нравятся только там процентов, может быть, 20. Из того, что публикуется? Как-то так. Это, по-моему, нигде во время не начинается. Ну да, я не понимаю. Ну и вообще как бы сравнение людей, то есть да, люди, которые ходят на концерты от них тех же исполнителей, и они потом там дают, зачастую те, кто недовольны, они как бы потом вот возмущаются, что допустим, мы выступали час, и там билет стоил там столько-то денег, а вот приезжал Нойз МС, и на него билет стоил в два раза дешевле, и выступал он три часа, потом еще со всеми фотографировался, и там автографы давал, и фристайлы читал. Опять же, то есть не мы определяем цену билета, да, как бы у нас, как бы просто, чтобы вы знали, да, там всегда там час выступления. Мы не занимаемся фристайлами, ни фотосессиями, ни автографсессиями, и так далее. На Дельфина идешь в музеон. Слушай, я забыл, когда он будет, ну вопрос, ой, ответ в принципе предсказуемый, ну если мне сделают проходку, как это обычно делает наш добрый товарищ Эдгар, то с удовольствием схожу в очередной раз. Я, правда, на пикнике Афиши сейчас его видел, ну и вообще на нем был, боюсь сказать сколько, наверное, раз 35 за всю свою жизнь, но всегда с удовольствием хожу, как первый раз, и последний его альбом мне очень понравился. Как-то на Каспийском грузе три часа простоял, да, вот поэтому, говорю, все бывает, чтобы не думали, что мы там сидим пьянствуем, и специально наплевали на вас, что вы там стоите в зале, а нам просто нечего делать, мы не хотим пока выходить, не выходим. У всех это бывает, и это, ну, в принципе, нормальная практика. Вообще в Москве, если я хожу на чьи-то концерты, на чужие, я никогда не прихожу к началу, потому что я понимаю, что начало будет минимум через час. Фуэти Батл, ага, привет из Перми, привет Пермь. Здравствуйте, тем более концерт включает в себя. Да, 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 вот я об этом и говорю, самым отчет, когда Киев на разогреве, Киев красавчик вообще. Какого-то я не знаю, угу, Сань, здорово, здорово, Вован, Мария Николаевна, доброго дня, где сидишь? Предваряя твой ответ, твой вопрос, ну, смысле, предваряя свой ответ, короче, была мысль поехать, посидеть в Мещерском парке, но как раз я подумал, что у меня тут свои приличные леса, парки, и я поэтому у себя на местности. Как отношуешься к этим всяким финишменам? Ну, кому как. Я вот недавно заливал видео Лизера с этого, с какого-то там фестиваля питерского, я увидел у своей хорошей знакомой, оператора Алины Пязок, и это, конечно, пизда полная. Вчера слушал твои треки старые, ага, ты все время ебашок пизжи, кем-то вдохновлялся. Спасибо на добром слове, ну, не знаю, кем я вдохновлялся. Всеми, кого я слушал на тот момент и слушаю, мне кажется, даже сейчас. Привет из Иванова. Типа кто-то уже на подходе с пивасом, да меня тут не найдешь, если ты не местный, то ты вообще, я сам иной раз, когда гуляю по району, иногда забываю, где я вообще нахожусь, какой части, и как мне выйти на ту или иную сторону Боровского шоссе или на ту или иную сторону района попасть. Поэтому как-то так. С Оксимироном общаешься. Ну, как общаешься? Он сидит в нашем секретном чате в Телеграме. Как дела со сборником? Со сборником дела вообще на финальной стадии уже, насколько я знаю, надо Кеева спрашивать. И там ждут еще пару-тройку треков, по-моему, а в принципе почти все готово. Там какой-то сейчас конкурс на обложке, поэтому есть среди вас крутые дизайнеры. Присылайте диджею Кееву нашему ваши опусы. Может быть, что-то и выйдет, какое-то сотрудничество. Тебе новый альбом «Муравья» послушал один раз в метро, и поэтому как-то не сформировал пока свое мнение, надо переслушать еще. Честно говоря. Привет из Минска. Минску привет большой. Минск очень люблю. Вообще Беларусь очень люблю. Ой, сольник, да, да, будет, обязательно будет, но не хочу говорить, когда, потому что сам не знаю, когда. Занят вопросом сейчас поиска музыки. Вот там парочку-тройку сейчас минусов себе отработал. и буду заниматься вопросом, но вот этого, я не хочу, вот этой стандартной русрэповской темы. Там, пацаны, альбом осенью, альбом весной, альбом зимой. Когда будет дата, когда будет все записано, сведено, и будет дата, тогда я скажу, там, да. То есть, например, на предмет, там, позавчера, я, например, знал, что вчера зальется сингл, да, и то я как бы не стал там писать везде, трубить, пацаны, завтра сингл, он вышел, кому он нужен, кто-то его послушает, кому не нужен, тот не послушает. Я не в том уже возрасте и положении в этой хип-хоп и иерархии, чтобы впаривать откровенно свои грустные куплетики. Пожалуйста, послушайте, пожалуйста, репостните, поставьте лайк и там, напишите комментарий. Кому нужен, тот услышит, и все. У меня как бы такой подход. Когда на море, послезавтра, послезавтра мы на мыс Тарханкут в Чашу Любви прыгать. Держать за руки. На Тарханкут. Ты же мне рассказала, что это такое, где находится и почему нам туда нужно было съездить, но мы так и не понимали. попали. Привет из Тулы. Когда снова в Петрозаводск, Петрозаводск, с удовольствием зовите, приедем. Питеру привет дальше. Чего я не могу делать? Грамотно. если не разверну, если не разверну, то давай Беридянск. Да развернут, наверное. Хотелось бы тебя пригласить на свой сонник. Как это можно сделать? Но я тебе прямым текстом скажу, что на 97% это нельзя сделать никак. потому что я себе не пишу ничего. Фиты не распыляться, что-то вообще надоело, очень, честно говоря. Блин, вопрос вверх улетел, слышал, не будете спящих, как по мне крутые пацаны. Слышал название такое, но не могу прокомментировать. Знаю, что есть такое, что это коллектив, да, или что-то такое. Раскабанел, да, да, раскабанел. Целыми днями на хинкарях в Макдональдсе, в Блэкстарбургере и на чем-нибудь еще. Привет-привет вновь пришедшим. Привет-привет-привет-привет-привет-привет-привет-привет. А, ну и на пиве, конечно. Пиво сделало из меня. Того, кем я стал. Пузовый в кафе не ходи, блин, я посмотрел какое-то видео, где там дети толкаются. Ой, ну это вообще, конечно, просто как-то называется, блэксайд какой-то вообще очень жестко. Очень душевные песни у них. А, я понял, ну, если душевные, значит, заценим. наклацал пачку, да, 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 продолжайте, продолжайте, мне очень приятно. слышать все вот эти вот понятия, наклацал пачку, отожрал харю, там, все остальное. Из амбассадора, ага, амбассадора, кто бит на крайний сингл, ваш дело, душевно, очень знакомый стилек, делал его Костя Битовский, в прошлом, известный вам, как Костя Ассистент, человек, который делал нам биты на такие шлягеры, как шестой этаж, всем своим, где-то там треть или четверть синглов с нашего альбома, который вышел три года назад, ну, вот, то есть, очень крутой битмейкер, битовский, битовский.ком, заходите на его сайт и покупайте биты, музыка очень крутейшая, Костя делает во всех стилях, надо вам трепчагу, он делает трепчагу, надо вам бумбеп, он сделает бумбеп. С птахой видитесь? Нет. Последний раз я его видел, наверное, на баттле. Да, да, тип очень крутой, Костя вообще просто профи. Делает очень круто, очень фирмово, очень разнообразно, очень творческий и прям вообще только лучше я могу о нем сказать. приятно, что читаешь и отвечаешь. Ну а зачем этот прямой эфир? Он для этого и создан, чтобы я читал и отвечал. Я ж тут не экскурсию вам по лесу устраиваю. Вот смотрите, белка по дереву ползает, вот смотрите, мамочка с коляской прошла там, да, и так далее. Что я вам еще могу поведать? Я для этого и выхожу в прямой эфир, чтобы пообщаться с народом, пусть немногочисленным, но тем не менее. С Бастой что-нибудь будет? Не намечалось. В каком парке-то? Я у себя в лесу Чоботовский лес в Новопеределкино. У меня была мысль сегодня опять куда-нибудь проехаться. Вот, например, Мещерский парк здесь рядом. Я в нем в этом году еще не был, но что-то я за последние дни настолько замотался по центру вчера, позавчера, поза-позавчера и прям до вечера, до поздней ночи, что сегодня я решил дальше район не выбираться. Как-то так. Ты, Леша, Эдгар, Ван Лав. Спасибо большое. Корша, АТЛ, как? Отлично. Молодцы. Прекрасно. Сведение и мастеринг это очень сложно, если к этому подходить с головой, а не как у нас принято в 95% русского рэпа. поэтому даже вот наш плохо записанный сингл, последний, который мы вчера залили, я отдал на сведение мастеру Тенгизу, потому что я, например, сам умею сводить маломальски, но лучше, чтобы сводили профессионалов. Владивостоку привет, Леха, здорово, Кейв, привет. Ну, конечно, нечего делать, если я сижу в парке в прямом эфире, мне, значит, что есть, что делать, а тебе есть, что делать, ты чем занимаешься? Фотографируешь себя в спортзале на беговой дорожке? Напиши куплет на сборник. Да напишу, напишу, напишу. Сказал, напишу, значит, напишу, не ори на меня. Сам лучше учить сводить. Да я научился уже, просто нужна практика. Маф нравится в ЕКБ приезжать? Да, да. ЕКБ крутейший город. И что, а зачем ты едешь в клуб? Так, как всегда, посидеть, поторговать лицом, поизображать из себя бизнесмена, владельца, арт-директора клуба. Что там делать сегодня? Это знаю, что среди твоих фанатов есть врачи. А скажите, случайно, какой, какой специализации? А то, знаете, болячек-то много, уже на сороковом-то, десятке. студик стоит. Студик стоит. Каждый месяц я сам с собой разговариваю, что надо ее, наверное, закрывать. И каждый месяц я приезжаю и думаю, блин, ну, жалко же. И каждый месяц не закрываю. Конечно, до этого и открыли. Но вот как, опять же, вот я только что про студию говорил, вот как со студией тоже. До того и открыли, что да, просто приезжать и значит, она у нас есть. В Нижний Новгород, когда. Не знаю, когда позовут. В Нижний Новгород тоже всегда с удовольствием. Если тебе дизайн понадобится, всегда, в любое время обращайся. Вот, нужно был сейчас дизайн на сингл, вот на этот, который мы опубликовали вчера. И долго думали, что же делать, кому писать, кто нам что сделает. И в итоге, ну, недолго думая, я просто гулял по Москве, шел на студию к группе 2517, увидел какой-то вот перекресток, сфотографировал его, в призме выбрал фильтр Heisenberg и получилась такая у нас картинка сразу на сингл. Чем студийка мешает? Судийка не мешает, за студийку просто нужно платить каждый месяц за аренду помещения. А плачу я один, и поэтому, ну, не очень, как-то это все по карману иногда выходит. Ответь, пожалуйста, где Гуф? Я не знаю, где Гуф, я не живу с ним в одной, в одном доме. Обложка сингла, как раз, ну, вот, я так и подумал, что раз мы еще решили иронично назвать это летним треком, и то как раз вот такую, ну, готическую обложку решили сделать, недолго думая. Здорово. Картинка, ну, а что там париться? блин, просто если бы это был бы, скажем, альбом, да, то, по поводу релиза альбом, ой, обложки альбома целого, конечно, надо париться, да, там нужно, я считаю, что нужно отдавать деньги дизайнерам стоящим, чтобы они все сделали. Как бы, когда этот сиюминутный сингл, который год лежал, его вот такой сейчас довели до ума, у меня сингл можно заливать каждую неделю, что теперь каждую неделю к всяким дизайнерам обращаться, чтобы они лепили обложки, сделал, он сфоткал, да хоть свою рожу вот так вот сфоткал, как у меня сейчас в трансляции и выложил, какая разница вообще. Где трек найти можно? Окулисты. Отлично, слушай, мне нужно этот, я же очкарик, с 8 класса ходил в очках и будучи на втором курсе института, разбил очки, так и не сделал, поэтому по вечерам хожу и не вижу людей вообще, ну, вот поэтому мне может быть даже понадобится твоя помощь в обозримом будущем. Здорово. Где трек найти можно? В инстаграм, вот ты сейчас в инстаграме смотришь мою трансляцию, зайди в инстаграм, в последний пост, там все написано. Где послушать, где скачать, где послушать бесплатно, где послушать не бесплатно. Блажка неплохая вышла в будущем. Окей, спасибо. Мне вообще кажется, на самом деле, учитывая уровень распиздяйства в русском рэпе, вот iPhone и там такие программы, как Prisma и и же с ними, это вообще спасение для русского рэпера. Просто с фоткой, вон, не знаю, лес, с фоткой там жилой массив какой-нибудь, обработай маломальски фильтрами, вот тебе обложка для сингл. Аблай, привет. Привет Смоленского. Есть твой паблик в ВК? Нет, у меня паблика в ВК нету, у нас есть группа Tandem Foundation. У меня был паблик в ВК, мой личный, но я подумал, что это ненужная вообще фича. Как бы мы вещаем как тандем, но есть моя личная страница всегда, поэтому там тоже появляется вся информация, вся моя социальная жизнь, если так можно выразиться. Поэтому эти паблики лишний раз только какая-то нагрузка, абсолютно ненужная. В наше время и так очень много, огромный объем ненужной информации, мимо нас пролетает, засирает голову, и поэтому вот эти лишние еще... И так вот аккаунтов много в соцсетях, еще эти паблики, нафиг это надо. Спасибо большое за предложение сделать, буду иметь в виду. Посылки, в общем, все, хоть на нескольких годов, приятно. Пусть и КВ подберем тебе очки, честно и респекте, спасибо. Ты на закладке в лесу, да, но я как бы не за ней пришел, а я ее, ну, кладу, оставляю здесь под... под мертвой белкой, у левой березки. Помнишь город Сыктывкар? Конечно, конечно, Республика Коми, Сыктывкар, Ухта. Удачи тебе по жизни, спасибо, взаимно. Выйдет какой-то старый альбом, неизданный. Ой, ну там, ну, блин, не знаю, надо ли его выпускать. Учитывая то, что он датирован 2006 годом, ну, можно где-нибудь в году 2026, может быть, его выпустить. Когда у Гуфа трак выходит? Я не знаю, когда у Гуфа выходит трак. С проекта под землей. Подожди, так это мы... А, нет. Мы просто вчера с Егором Айби в парке Горького встретили еще какого-то чувака, тоже, с проекта под землей. Я что-то сначала подумал, что это ты, а потом подумал, что это не может быть ты. Республика Коми, говорю, да, 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 я помню, помню, конечно, Сыктывкар. Советую паб приличного МСК. Не хожу в пабы, вот, в такую прекрасную погоду предпочитаю пить пенные напитки на улице, на природе. Часто нюхаешь кокаин? Да, насколько позволяют финансы. Без кокаина моя жизнь не была бы такой позитивной и такой разносторонней. Вот, как у Гуфа сейчас отношения с наркотиками тоже отличный вопрос. Ну, как думаешь, если я часто нюхаю кокаин, значит, у нас у всех хорошо отношения с наркотиками. А что у вас за история в вас? НР? Не знаю, что такое НР. НР – это новый рэп, что ли? Нет никаких ситуаций. Просто это не объективный, не компетентный паблик, которым заведуют не объективные, не компетентные глупые люди. Когда концерт? Чей. Как Гуф сказал, все, что записано, должно быть выпечено и услышано. Это я согласен. Магнитофончик, вот мне кажется, душевный тип припили бы пару литров. Да не надо вообще эти вот пару литров. Не надо, не бухайте, ребята вообще, в принципе. Не та эта история, которой стоит гордиться. Ждешь альбом Краснодеревщика? Честно говоря, и по молодости не очень сильно его любил, поэтому не очень жду. Предложим за бабки выложить релиз. Шестой этаж, пушка. Ага, кокаин, круто, но отходов себе сижу, жутко. Но если ты 97-го года рождения, и ты вот сейчас на полном серьезе пишешь про кокаин, то у меня тебя очень жалко. Ти Иванова, а или Ти Иванова, я не знаю, как думаешь, можно ли сейчас с помощью Инстаграма, даже самому тупому дурачку стать известным. Конечно, у нас примеров куча. Почем Грамм Коки? Если в Красноярск по завод поедем, это не ко мне вопрос. Кой город запомнил, очень много городов запомнил за свою концертную деятельность. Потому что концертной деятельностью я занимаюсь только с Алексеем Долматовым почти 10 лет. А еще не такая частая, но тем не менее была еще и до него. Поэтому я в бесконечном туре нахожусь. И о городах вспомнить можно о большом количестве. значит, смотри, Иванова 97, ты либо прекращаешь, либо я тебя блокирую. Я просто не люблю, мне даже лень пальцем там смахивать, блокировать. Давай, завязывай эту херню. е-е-е, шарп, видишь, как это, как сейчас принято говорить в интернете, а так можно было? я смотрел видео в названии «Иностранцы» смотрят русский клип, там они смотрели клип. Ой, слушай, а скинь, мне даже интересно, у меня что-то не попадалось. В Украине были в пятнадцатом году. В шестнадцатом. Нет, я принципы видел последний раз на концерте НАСА. Со времен перископа. Да, я, кстати, этот перископ не удаляю, как бы никто ему уже не пользуется. Инстаграм перебила аудиторию. А перископ у меня среди кучи ненужных, скачанных на айфон приложений так и висит. Принцип на одышке поскользнулся. Яна, привет. Вот Винницу. Я же тебя спрашивал про аэропорт, Татьяна. Хотел, мне говорят, сейчас родители едут в Винницу. Я хотел им на хвост упасть, но вот уже был до этого разговор, что боюсь, что могут развернуть. Фиты пишешь на каких-то основах. Фиты пишу, как и большинство нормальных людей, адекватных. только на фоне личного знакомства и личного человеческого дружественного отношения. Привет с Перми, привет Перми. Как тебе фейс? Никак. В Калиновке аэропорт работает? Я не знаю, что такое Калиновка. Калиновка у меня в Винницкой области деревня такая была. Или Малиновка. Калиновка, да, Калиновка. Медвежье ушко и Калиновка. Как с Ламо? Хорошо, наверное. Хороший вопрос был про Бланката. Я не могу ничего вам сказать про Бланката. Я не знаю, как у него дела, чем он занимается и так далее. Мы не общаемся. послушал Лоу-Джи, я послушал Лоу-Джи. Пускай только по загранпаспортам. Но это понятно, у меня есть загранпаспорт. Просто могут развернуть в контексте того, что в Крыму был. Но со мной всегда можно заобщаться, только я сам лично на встречу не иду, а как бы увидишь где-то заобщайся. То есть он душевный, хороший. Спасибо большое, приятно. Сильно зачитал в треке не на экспорт. Тогда еще умел читать. Как часто узнают на улице. Ну, так, периодически. Ну, как бы так вот в среднем, раза два-три бывает в день. Бухгатни узнают, но так просто по такому моей какой-то внутренней статистике, когда выбираешь в центр, там, ну, два-три человека обычно узнают за день. на тачке двигаешься или пехом? Нет, пешим. Смотрел видео рифму, повод, нет, не смотрел. Уважение, взаимное уважение. Как говорил покойный МС молодой, мы уважаем тех, кто уважает нас. Давай трек запишем совместный, давай не запишем. это меня пацанчик недавно узнал в электричке и говорил, послушай мои треки. Я ему сказал, нет, давай, не буду слушать, присылай ВКонтакте. И где-то через дня два еду опять в электричке с другом и рассказываю другу эту историю. Говорю, вот прикинь, типа, последний раз ехал на этой собаке и типа, подошел чувак там, типа, зацени мои треки. Он, нифига себе, и мы прям садимся в эту электричку и через полторы-две минуты опять заходит этот пацан и говорит, ты послушай, мои треки-то. Я говорю, блин, давай не сейчас. Он говорит, нет, давай сейчас. Я говорю, давай не сейчас. Он говорит, нет, давай сейчас. И в итоге я его опять на дня встречаю и просто дал свой адрес ВКонтакте и он мне уже туда прислал. А вот, смотрите. чувак идет, машет руками и читает какой-то рэп. Надеюсь, не свой. Замечательно выглядишь, брач. Саламу из-за страны. Надоели приколы? ну, не то, что надоели, просто люди вроде как-то, ну, хочется автоматически, к людям относиться хорошо, да, думать, что, что люди думают головой. И когда вот опять это начинается, давай, 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 запишем, давай, запишем. Ты еще раз объясняешь, что ты не пишешь треки. Ну, и любой нормальный человек не пишет треки обыске. Никогда такого не было. это нормальная практика. Я опять не, ну, давай, запишем. Мог бы себя представить на Версусе, теоретически мог бы, практически не очень. Салам из Мурманска, наконец, на концерт схожу. Хотим, чтобы еще раз приехали. Если хотите, значит, приедем. Что есть из мерча Люген? Вот. Знаком, с Кругом ниоткуда. Да, знаком. Снэбэки не ношу, вообще головные уборы не ношу. Ты меломан в плане музыки? Ну, я бы не сказал. То есть, я не слушаю прям только строго рэп один, но я не могу сказать, что у меня там прям разносторонние музыкальные вкусы. Как относишься к Ау-74? Хорошо отношусь. У нас со здравяком списывался недавно и фаста видел около клуба в субботу после пикника фиши. Вы прям взорвали в Мурманске, было круто. Спасибо. Я помню, что мне в Мурманске почему-то очень было плохо после Питера, после перелета в какой-то недосып, какая-то ерунда. Семь лет читаю рэп, ни разу не делал с левыми типами. Ну вот, ну понимаешь, что я как бы для тебя левый тип, а ты для меня. Вот смотрите, белка прибежала. Ну ладно, не будем мы ее смущать. Потом будет прикольно, если напишешь в комментариях, какая белка, я никого не вижу, это ты один маф ее видишь. Мафончик сохрани, эфир хорошего. Приятно было повидать, я пообщаться, погнал по делам. Да, вообще всем спасибо, наверное, тоже буду завязывать лямку уже. Посижу дальше, почитаю свой журнальчик и пойду домой. Семодан в Саветске намечается. Да, что-то не намечали как-то. Я приходил на концерт, вела в Новосибирске, приезжайте в Новосибирске, обязательно приедем. Обязательно приедем, везде, где нас ждут, мы обязательно приедем. Тоже белка уйдила, фух, пронесло. Значит, не все потеряно пока. Белка, что я имею в виду? Белка! Ну вот не уходи, что не уходи, все. не уходи, Достаточно приобрести на концертах каких-то артистов, поэтому решил спросить. Что ты решил спросить? Я добываю на... А, а в плане меломанства? Ну, так я хожу на таких, на... на таких как бы артистов. Там, дельфин и там так далее. Спасибо. Конечно, гуляйте, пока гуляйте. Пока лето еще не закончилось, пока погоды стоят чудные. С автографами да нет, но редко очень. Мне кажется, вообще автограф уже как... как явление себя уже исчерпало. Сейчас везде селфи, везде фотки. Хотя, как бы, блин, есть, наверное, такие люди, у которых я бы помимо фотки там и пожать руку, ну, взял бы там автограф тот же самый, например, там нас. Если бы, например, мне бы там как-то я смог бы там до него к нему прорваться, то я попросил бы, наверное, автограф я даже на концерт брал с собой обложку там одного из альбомов на случай, если получится. Новые треки, я сказал, вчера вот залили новый трек. Офигенный вопрос про русских рэперов застрелить как-то пока. Приятно, когда узнают. Приятно, но иногда бывает не очень приятно. Но это все зависит от человека, от его воспитания, потому что иногда очень какой-то прям, ну, как бы я всегда считаю, нужно быть скромным и простым, но как бы субординацию иногда тоже нужно соблюдать. Ладно, ребята, я пошел. Всем хорошего дня, хорошего лета, счастья, добра, любви, успехов материальных, моральных, эзотерических и так далее. Всем спасибо, всем рад, на связи. Приходите в Крыму, кто в Крыму, приходите на фестиваль Крымская волна. Следите за нашим творчеством, мы редко, но будем стараться радовать. Давайте счастливо всех обнял.